Здравствуйте! Вы смотрите итоговую программу «Город». С вами Людмила Перминова. Сегодня в выпуске. Общественный совет по ЖКХ в действии. Инициативные выборжцы провели два заседания в течение одной недели. О дорогах на чистоту. Чиновники и горожане обсудили состояние проезжей части в Выборге. Фотография на память. О том, какой была жизнь в Выборге в середине прошлого века, рассказывает выставка в Доме музея Ленина. Каким будет 2016-й? Об этом депутатскому корпусу Выборгского района рассказала глава администрации Геннадий Орлов. Он доложил о планах развития поселения, отметив, что основной акцент будет сделан на обеспечении территории социальными, коммунальными и инженерными объектами. В ходе совещания парламентариям был представлен новый начальник районного управления МВД Эдвардас Вашкис. Наталья Березовская продолжит. Подробно отчитавшись на недавнем расширенном собрании о проделанной в минувшем году работе, встреча с парламентариями глава администрации Выборгского района начал с планов на 2016-й. Он подчеркнул, что местная власть намерена выполнить большой объем работ по обеспечению территории на местах коммунальными и инженерными объектами, необходимыми для дальнейшего устойчивого развития. Подробно остановившись на планах по каждому поселению, Геннадий Орлов объяснил, почему избрана такая тактика. Хочу сказать, что акцент мы сделали на 2016-м году – это косы и восы. Ни для кого не секрет, что, наверное, в каждом поселении они, как говорится, оставляют желать лучше. Поэтому мы готовим проекты и по возможности будем добиваться того, чтобы войти в областную программу под названием «Чистая вода». В бюджетах поселений в рамках муниципальных программ предусмотрены средства не только на водоочистные сооружения, строительство трасс теплоснабжения, но и на газификацию, ремонт дорог, уличного освещения, пешеходных дорожек, строительство спортивных объектов. Кроме того, в рамках реализации федеральных и региональных программ продолжится переселение граждан из аварийного фонда. Из бюджетов разных уровней потребуется 174 657,8 тысяч рублей. Это мы в 2016-м году должны, согласно этой программе, которая заканчивается в 2017-м году, переселить из аварийных домов в более благоустроенные, построенные, а где-то на вторичном рынке, это Первомайка и Советский, мы должны переселить наших граждан. По федеральным и региональным программам будет также вестись строительство автомобильных дорог, путепроводов, социальных и спортивных объектов. К примеру, современного футбольного поля в поселке Рощино. К проекту 2018, чемпионату мира, в Рощино будет строиться и прошли все уже предпроектные, проектные заключения, экспертизы строительства футбольного поля в Рощино для одной из команд, участников чемпионата мира. Также Выборгский район примет участие в программе «Газпрома» по возведению спортивных сооружений в ряде населенных пунктов. В ходе заседания депутаты рассмотрели и проект изменений в местный бюджет. По безвозмездным поступлениям доходы бюджета увеличились в общей сумме почти на 80 миллионов рублей. Поступившие деньги планируются направить на укрепление материально-технической базы общего образования, обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта по линии соцзащиты, софинансирование строительства универсального спортивного зала Высоцкой школы. В ходе заседания депутаты также утвердили положение о стратегическом планировании в муниципальном образовании Выборгский район. А затем парламентариям был представлен новый начальник управления МВД по Выборгскому району, полковник внутренней службы Эдвард Свашкис, который доложил об итогах оперативно-служебной деятельности за 2015 год и планах по выравниванию криминальной обстановки в Выборгском районе. На данный момент оценка у нас очень плохая и в глазах руководства главка Выборгский район, к сожалению, очень сильно упал. По итогам 12 месяцев зарегистрировано 2494 преступления. Это плюс 376 по сравнению с прошлым годом. Идет рост преступности. Раскрыто всего у нас 1024, при этом мы раскрыли меньше, чем раньше, чем в 2014 году. И раскрываемость составила 45,1%. Это минус 6% по сравнению с прошлым годом. Самая главная проблема управления у нас, это, конечно, кадровая составляющая. 470 сотрудников у нас по штату, некомплект порядка 10% сейчас, около 40 человек не хватает. Самая главная проблема, что не хватает на данный момент неукомплектованных штат руководителей. Отсутствует 8 руководителей высшего звена. Эдвардес Вашкис попросил у депутатов помощи в подборе честных, молодых, здоровых кадров для службы в полиции. Что касается преступлений, совершаемых в Выборгском районе, основную их часть сегодня составляют кражи и угоны автотранспорта, которые, по словам Вашкиса, являются самой большой проблемой. Борьбу с угонами новый начальник полиции намерен вести не только на земле, но и в воздухе. Это очень большая помощь, оказывается. Это летательные аппараты, вертолеты, которые в лавке есть, будем делать облеты. Будем делать беспилотные летательные аппараты, которые будут летать. Смотреть, что происходит у нас здесь. И таким образом мы будем профилактировать совершение краж транспортных средств, обнаруживать различные отстойники и так далее. Это будет на постоянной основе происходить. Это не только в военных целях применяется, но и в нашей системе это тоже будет активно сейчас применяться. Завершая доклад, Эдвард Бесвашкис выразил уверенность в том, что совместными усилиями удастся навести порядок в районе и попросил содействия в борьбе с коррупцией и противоправными действиями в рядах полиции. Наталья Березовская, Андрей Неробов, медиагруппа «Наш город». Об итогах за 2015 год Геннадий Орлов также отчитался перед Советом депутатов города Выборга. В завершении выступления глава районной администрации поблагодарил депутатский корпус за содействие в решении важных задач. Парламентарии выразили обеспокоенность ситуации с лифтами в Выборге. Управляющая компания по ЖКХ дважды привлекала специализированную организацию из Петербурга, которая выдает заключение о безопасности лифтов. Однако по действующему сегодня законодательству эти разрешительные документы не могут быть приняты во внимание. По закону фирма должна быть аккредитована в Таможенном союзе. Живых таких фирм не существует. Их нет просто в природе, они еще не созданы. На настоящий момент консенсус не найден. То есть каждый встает на своем, хотя все прекрасно понимают, что нужно что-то делать. На очередной сессии депутаты также внесли изменения в решение о бюджете муниципального образования, в устав города, в положение об организации деятельности общественных советов. Большинство муниципальных образований Ленинградской области в этом году примут участие в реализации социально значимых для своих территорий проектов. Заявки на предоставление субсидий из областного бюджета подали 175 муниципалитетов из 200. В них планируется осуществить более 250 проектов по ремонту грунтовых дорог, благоустройству скверов, придомовых территорий и детских площадок, организации уличного освещения. Общественно-координационный совет по вопросам ЖКХ создан в Выборгском районе. На первом заседании участники выбрали председателя, его заместителя и секретаря, а также определили направление дальнейшей работы. Какие задачи возложены на совет, выяснили наши корреспонденты. Мысль о необходимости создать в Выборгском районе общественный совет по вопросам ЖКХ была высказана на встрече жителей муниципалитета с представителями правительства Ленинградской области. Она прошла после всколыхнувших города и поселки начислений за отопление. Решение поддержали в правительстве региона и в администрации Выборгского района. В состав общественно-координационного совета вошли 8 человек. Председатели советов многоквартирных домов, товариществ собственников жилья, общественные деятели, а также исполняющие обязанности генерального директора управляющей компании Сергея Никоненко. Председателем единогласно был избран Анатолий Мануйлов, порядка 30 лет проработавший в сфере жилищно-коммунального хозяйства Выборгского района. Заместителем председателя стал бывший председатель исполкома Выборгского райсовета Юрий Молчанов, секретарем совета Александр Ларичев. На первом заседании члены совета наметили направление дальнейшей работы. Так Юрий Молчанов предложил специалистам управляющей компании подготовить информацию с обоснованием разницы в стоимости отопления для тех домов, которые заключают договоры напрямую с Выборгтеплоэнерго и тех, кто пользуется услугами управляющей компании. Почему разница между стоимостью гелокалории сеплоэнергией и той стоимостью, которую мы оплачиваем, созволяет 26 процентов? Вот это будет прекрасно. Вы убедите нас в том, что вот это все делается верно. На заседании говорили и о том, что по поручению губернатора Александра Дрозденко продолжается проверка экономической обоснованности тарифов на коммунальные услуги. Предварительные итоги будут озвучены к 11 апреля. Многие жители высказывали недовольство тем, что начисления в Выборгском районе намного превышают начисления в соседнем Санкт-Петербурге. Это, подчеркнул Анатолий Мануйлов, неверно. Не может одинаково стоить калория в Выборге, где у нас газовая котельная, и в Петербурге, где ТЭЦ. Такая разница между тарифовым образованием. Дело в том, что когда ТЭЦ, то она не только сжигает газ, чтобы получить тепло, а сжигая газ, она вырабатывает электрическую энергию, реализовывает ее, и получается эта плата. А отходы от выработки электрической энергии в виде горячей воды продает петербургцам на отопление и горячее водоснабжение. А мы смешиваем газ с воздухом, создаем газово-воздушную смесь и сжигаем ее, нагреваем горячую воду и подаем. И как мы не стараемся модернизировать свои источники, Сергей Владимирович уже отметил, что они у нас в неплохом состоянии, но дешевле оно не выходит. В числе задач Общественного совета – обеспечить взаимодействие между органами местного самоуправления, общественными организациями и предприятиями ЖКХ, а также создать условия для участия граждан в решении вопросов жилищно-коммунальной сферы. Уже начала работать горячая линия Общественного совета. Звонки принимаются по будням с 8 до 20 часов. Вероника Когут и Николай Смирнов. Медиагруппа «Наш город». По результатам заседания рабочей группы под руководством заместителя председателя областного правительства по ЖКХ энергетики и транспорту Олега Коваля Выборгская управляющая компания переходит на начисление платы за отопление равными долями в течение текущего года. С января по декабрь к оплате будет предъявляться 1,12 от фактического расхода тепловой энергии по многоквартирному дому за прошлый год. Новый механизм расчета платы отражен в мартовских квитанциях. В них указан средний объем потребленной тепловой энергии за 2015 год. По итогам 2016-го проведут сравнительный анализ фактического расхода тепловой энергии и предъявленного к оплате. После сверки будет произведена корректировка платы за отопление. Если в текущем году тепловой энергии израсходуется больше, чем предъявлено к оплате, сделают до начисления. Если же меньше, то произойдет уменьшение платы. Добавим, собственники, пожелавшие платить по фактическим показаниям приборов учета, смогут принять такое решение на общем собрании. В конце недели Общественный совет по ЖКХ вновь собрался на внеочередном заседании. В работе приняли участие руководители профильных комитетов правительства Ленинградской области и администрации Выборгского района. Разбирали обращения жителей, обсуждали стоимость услуг по теплоснабжению, порядок начисления платы за тепло по приборам учета, работу управляющей компанией по ЖКХ. Вероника Когут продолжит. Выборгский район стал первым в Ленинградской области, где был создан Общественно-Координационный совет по ЖКХ. Об этом открывая расширенное собрание, рассказал заместитель председателя правительства 47-го региона Олег Коваль. На встрече председатель совета еще раз озвучил представителям правительства области и администрации Выборгского района чаяние жителей. Основной вопрос, подчеркнул Анатолий Мануйлов, это тариф за теплоснабжение, установленный для управляющей компании, единый для Выборга и Выборгского района. Выборжане требуют, чтобы им выставлялись счета по тарифу Выборг теплоэнерго за отопление горячего водоснабжения. А сегодня в Выборгском районе существует усредненный тариф управляющих компаний, который значительно выше, нежели тариф Выборг теплоэнерго. И это главный камень поликновения. Ответов пока никаких нет, но вот честно скажу, что правительство повернуто лицом к нашей проблеме и готовит материалы. Еще один животрепещущий вопрос – когда включат лифты. В конце февраля по решению городского суда, куда ранее обратилась прокуратура, в городе были остановлены порядка 40 подъемников, срок эксплуатации которых превысил 25 лет. Они не работают по сей день. Областные и муниципальные власти рассматривают несколько вариантов решения проблемы. Первый вариант – это самый, что ни на есть, идеальнейший. Если мы договариваемся именно в законодательной базе, а законодательная база заключается в том, что та организация, которая выдала заключение о продлении на месяц, на год, на три года каждого из этих лифтов, с этой лицензией, лицензированной компанией прокуратура соглашается. Второй вариант – у нас есть девять лифтов, где уже согласно замечениям, которые дало заключение в этом заключении лифтовое хозяйство, наш лифт-ремонт уже их сделал. И в ближайшее время мы представляем приставом все решения этих вопросов, комиссионно выходим и решаем этот вопрос. Следующий вариант – это уже на уровне губернатора. Губернатор проводит расширение заседания с прокуратурой, где будет принято или первый вариант, или второй вариант решения этого вопроса. Деятельность управляющей компании по ШКХ – приведение в порядок внутридомовых сетей и тепловых пунктов в многоквартирных домах, работа советов домов. Эти и многие другие вопросы обсуждали участники встречи. Как подчеркнул представитель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области, уже собрано достаточной информации, чтобы от теории наконец переходить к практическим действиям. В частности, к формированию адресных перечней для проведения первоочередных работ. Наша задача – действительно всю эту работу перевести в практическое русло, чтобы каждый житель города Выборга почувствовал действительно в квитанциях, и не только в квитанциях, но и проживая в своей квартире, почувствовал реальное улучшение именно качества предоставления услуг теплоснабжения. Уже во вторник рабочая группа по проверке обоснованности платежей за тепло планирует представить свои выводы губернатору региона. Что касается работы общественного совета по ЖКХ, все его заседания будут открытыми. Следующее намечено на 1 апреля. Вероника Когут, Андрей Неробов, Медиагруппа «Наш город». Во второй половине дня представители правительства Ленинградской области и руководители районной администрации встретились с жителями Выборга, от которых поступили жалобы на жилищно-коммунальное хозяйство. Люди вновь задавали вопросы. На часть из них получали ответы сразу. Остальные заявления фиксировались специалистами. На встрече председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу 47-го региона Андрей Гаврилов озвучил первые выводы рабочей группы, занимающейся всесторонним исследованием ситуации с резко возросшими счетами за услуги ЖКХ. Специалисты проверили дома, где коэффициент потребления тепловой энергии в январе по сравнению с декабрем превысил допустимые нормы. Хотя при этом в квартирах было довольно холодно. Мы проводили тепловизионное обследование всех этих домов, которые выявили следующее. Состояние в ваших помненных домах, конечно, намного очень удручающего. 25% тепловой энергии у нас уходит через конструктивные элементы. Это расчетные данные, которые выявлены по результатам тепловизионного обследования. Все было обследовано порядка 60 домов. Значит, это первый вывод, который мы сделали, работая здесь, на вашем территории. Помимо того, что еще проверяли счетчики. Второй вывод – это то, что действительно по большинству домов у нас зафиксированы случаи перетопов в том случае, в весенний период. В зимний период у нас действительно зафиксированы существенные недостатки тепловой энергии. На вопрос, нужно ли вообще устанавливать приборы учета там, где не отлажены внутридомовые системы, Андрей Гаврилов ответил однозначно «да». Экономия по потреблению тепла фиксируется по всем объектам, где уже стоят счетчики, и составляет от 5 до 60%. Требуем качества. На встрече представителей местной власти с общественниками и журналистами. Глава районной администрации Геннадий Орлов рассказал о том, какие дороги были отремонтированы в минувшем году, а также о планах на 2016-й. К разговору были приглашены руководители подрядных организаций, выполняющих ремонтные работы на выборских магистралях. Говоря о проблемах, Геннадий Орлов особо подчеркнул, что в случае нарушения гарантийных обязательств, а проще говоря, если асфальт не простоял положенный ему срок, подрядчиков будут призывать к ответу. Глава администрации четко обозначил сроки предоставления организациями плана работ по устранению нарушений. 10 апреля – последний день, когда вы дадите график решения всех наших претензионных работ. То есть, начало и окончание. Районной администрации уже подготовлено 11 претензий по выполненным в городе работам. Активисты общественной организации, которая принимает участие в оценке качества дорожного полотна, задали множество вопросов и подрядным организациям, осуществляющим гарантийные ремонты, и тем, кто проводит земляные работы. Что касается первоочередных планов, Геннадий Орлов сообщил, в местном бюджете на ремонт дорог заложено 50 миллионов рублей. Этих денег недостаточно для восстановления проблемных участков в полном объеме. Поэтому администрации направлено письмо на имя первого заместителя председателя областного правительства Романа Маркова с просьбой выделить дополнительные средства. В первую очередь будут приведены в порядок участки улиц Кузнечной, Куйбышево, Второй Южный, Кутузово, Травяной. Рассматривается также вопрос ремонта Московского проспекта и Крепостной улицы. На остальных дорогах будет проводиться поддерживающий и ямочный ремонт. Заслуги Ленинградской области по сохранению природного наследия отмечены Советом Федерации. 47-й регион награжден благодарственным знаком за активное участие в экологическом и патриотическом воспитании. В частности, за поддержку и участие в мероприятиях всероссийской программы «Деревья памятники живой природы». В ее рамках сформирован реестр уникальных старовозрастных деревьев, 9 из которых растет на территории Ленинградской области. Ценные археологические находки выставлены на широкое обозрение. В Выборгском замке открылась экспозиция, знакомящая посетителей с результатами работы Выборгской археологической экспедиции за прошлый год. Исследователям удалось не только собрать интересную коллекцию артефактов, относящихся ко всем периодам жизни нашего города, но и сделать ряд открытий. Подробнее в следующем сюжете. Сотрудники Института истории и материальной культуры Российской академии наук на протяжении многих лет занимаются археологическими исследованиями Выборга. В прошлом сезоне их деятельность была связана еще и с необходимостью разработки проектной документации для реставрации ряда средневековых объектов – старого кафедрального собора и часовой башни, крепостных сооружений замкового острова, башни-ратуши. Находки, сделанные археологами, пополнили фонды Выборгского замка. Сегодня их могут увидеть посетители музея. Среди экспонатов множество предметов, свидетельствующих о присутствии в нашем городе военных в разное время. Это пули, пуговицы от солдатского кафтана, фрагменты чугунной бомбы и каменного ядра, солдатская бритва, детали арбалета и находка, которую археологи считают уникальной – железная пули-лейка 17 века. Она предназначалась для выплавки свинцовых пуль, рассказывает Александр Смирнов, заместитель директора Выборгского музея-заповедника. То есть эти чипчики зажимались, тут была дырочка, в которой наролевали расплавленный свинец и придавали форму пульке. Потом доставали, когда она охлаждается, уже готовой. Кстати, пули в 17-19 веках были хвостатыми. От ненужного элемента их избавляли, когда запускали военный оборот. Это следы заливки. Потом их обламывали, срезали и уже использовали для стрельбы. А вот только после выплавки они выглядели вот такими блестящими, не имели такой хвостик. Наиболее древним предметом, найденным прошлым летом у основания башни святого Олафа, является цепедержатель – фрагмент украшения женского финно-угорского наряда, отличающегося обилием бронзовых украшений. И от них шли цепочки, на которых висели шумящие подвески в виде разных животных. Когда женщина, ну это такой парадный наряд, когда женщина шла, все это взвенело. И цепочки сходились на груди, на вот таком приспособлении, которое называется цепедержатель. Такие вещи датируются 12-13 веками. То есть, возможно, женщина, которая носила этот предмет на своей одежде, ходила тут еще до основания Выборгского замка. Подобные находки дают основание полагать, что на замковом острове, еще до строительства башни святого Олафа, находилось укрепленное карельское поселение. На выставке широко представлены и монеты, самые ранние из которых датируются концом XIII века. Поскольку у туристов до сих пор считается хорошим знаком бросить монетку со смотровой площадки башни Олафа, археологи в будущем по-прежнему будут собирать на территории крепости солидный урожай. А в этой выставочной витрине представлены результаты археологических раскопок на территории Старого кафедрального собора. В основном это архитектурные элементы, позволяющие пролить свет на различные этапы жизни храма, который много раз перестраивался, менял свою конфессиональную принадлежность. Среди них фрагменты надгробных плит. Весь пол собора, средневекового собора, западноевропейского и нашего Выборгского кафедрального собора, представлял собой крышки склепов. То есть под полом собора хоронили знатных горожан, священнослужителей и так далее. И, собственно, люди, ходя по полу собора, ходили по надгробным плитам, которые могли быть либо из известняка или бутового камня, как представленные на витринах, либо выложены из кирпича. В экспозиции размещены также предметы, рассказывающие о быте, промыслах первых жителей Выборга. К примеру, рыболовные снасти и орудия, с помощью которого охотились на тюленя или нерпу. Некоторые экспонаты даже можно потрогать руками. А этот уголок, напоминающий песочницу, предназначен для детей. Играя в нем, ребята могут почувствовать себя археологами. Людмила Перминова, Александр Сорокин, Медиагруппа «Наш город». С Днем работника культуры специалистов этой сферы поздравляет губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Профессиональный праздник. Библиотекари, сотрудники клубов, домов и дворцов культуры. Музейные работники отмечают 25 марта. Вкладывая душу и сердце в свое дело, они несут в мир дух творчества, познания, бережно хранят и приумножают историческое наследие. Успешной работы, здоровья, мира, добра и благополучия. Семейный фотоальбом превратился в чердак дома-музея Ленина. Из черно-белых снимков, которые достали из своих семейных архивов горожане, получилась интересная выставка об истории Выборга. Она так и называется – «Фотография на память». На ее открытие побывала наша съемочная группа. Выборг середины прошлого века буквально оживает на фотографиях, сделанных первыми жителями послевоенного города. Авторы снимков, а также их родные, собрались в доме-музея Ленина, чтобы поговорить о том времени. Абсолютно каждому Выборг 50-60-х годов запомнился чистотой улиц, обилием зелени, парков, памятников, фонтанов и гипсовых скульптур, а также своей неповторимой атмосферой. Можно было встретить и моряков с кортиками, и летчиков, и связистов, и артиллеристов, и пограничников. И это было так красиво, это было так много военных, так много красивых, молодых, сильных мужчин в Выборге, что, конечно, мы всегда чувствовали себя в безопасности. Мы были еще маленькими девчонками и бегали по парку, выбирали себе женихов. Вместе с тем, после войны в городе было много разрушенных зданий, которые становились местом для игр ребятни. Такие, например, как здание Уна Ольберга, где сейчас художественная школа находится, библиотека была разрушена, дворец, 50-летие были. И мы очень любили на этих развалинах играть, прыгать. Это были самые интересные и замечательные моменты. Наиболее интересная, конечно, фотография этого демо-самолета. Когда мы ходили на пляж, мы все время проходили мимо этого самолетика, потому что он находился где-то вот в районе, где электроинструмент, бывшее здание, напротив был сквер. Особый колорит городу придавали трамваи. Сергей Соколов, который живет в Выборге уже 70 лет, фотографировал их из окна своего дома, стоящего рядом с нынешним сержантским сквером. Он приходил сюда, вот как раз, где железнодорожная больница. На этом месте сделал кольцо. И шел по Леншосе к вокзалу и на крепостную. На протяжении 60 лет Выборжанкой является Ия Малкова. Женщина вспомнила, как много времени молодежь проводила гуляя по улицам. Одним из главных развлечений были танцы. Мы любили ходить в Манрепо, конечно, потому что там тоже было очень хорошо, там красиво, там и танцы были. На ковше танцы были там, вот у нас в Выборге здесь. Тоже ходили, тоже любимое наше место было. Любимое место, конечно, было и Дом культуры, потому что там тоже были танцы. Поэтому молодые были, ходили, так сказать, с ребятами знакомились, подружек было много. Ну, хорошо было, весело. В 1959 году в Выборге родилась Ольга Умолина. Для выставки она передала музею множество фотографий из семейного архива. Ее родители, как и все послевоенные переселенцы, с удовольствием запечатлевали самые яркие моменты их жизни. Мама жила в общежитии, которое располагалось на Лужской, ныне Ладанова улица, где пермитаж. Там было общежитие судостроительного завода. Ну, все вы знаете эту лестницу знаменитую. Когда папа с ней познакомился, он ее поднимал на руках по этой лестнице. У нас такая вот семейная такая история красивая. Отдельное место на выставке занимает уголок фотографа, где представлены фотоаппараты того времени. Узнать историю каждой вещи, каждого снимка можно, посетив Дом музея Ленина. Специальная программа об истории памятников и городской скульптуры подготовлена для детей. И это будет интерактивная программа с викторинами, играми. Поэтому приглашаем школьников. Безусловно, будет интересно. Сотрудники музея надеются, что выставка будет пополняться новыми фотографиями из семейных альбомов выборжцев. Людмила Перминова, Александр Сорокин, Медиагруппа «Наш город». Чем заняться выходные дни? 26 марта в библиотеке «Алта» пройдет День Дании. В 15 часов в лекционном зале состоится открытие выставки, посвященной философу и писателю Сёрину Кьерке Гору. Далее последует презентация датско-российской антологии рассказа «Свобода и судьба». На 16.30 запланирован показ документального фильма «Дания королевы». В этот же день в 16 часов в читальном зале библиотеки пройдет мастер-класс по вязанию. Собой нужно взять необходимые материалы – вязальный крючок, спицы и пряжу. Гильда экскурсоводов в выходные дни традиционно приглашает горожан и гостей на прогулки. 26 марта в 3 часа дня от сквера на бульваре Кутузова у гимназии номер 11 стартует экскурсия улицы и кварталы Старого города. В воскресенье в 13.00 от Петровской площади начнется экскурсия «Три крепости». Мечтаете о домашнем любимце? Тогда поспешите посетить Дом культуры 27 марта. Там пройдет выставка котов и кошек, которые ищут любящих хозяев. С 12 до 20 часов будут работать зона кототерапии, детская площадка с аниматорами, благотворительная ярмарка рукодельниц. Все желающие смогут принять участие в конкурсах детского рисунка «Мой питомец» и семейной поделке «Кошкин дом» и получить призы. А главное – познакомиться с подопечными Выборгского приюта – 25 котами и кошками самых разных окрасов и характеров, которым так нужна новая семья. Чтобы забрать животное домой, необходимо иметь с собой переноску и паспорт для подписания договора о передаче кота или кошки. Усатые и полосатые ждут вас в воскресенье в Доме культуры. Вход свободный. Спортивные площадки, построенные в Ленобласти с 2013 по 2015 год, проверит контрольно-ревизионный комитет. Соответствующее поручение дал губернатор Александр Дрозденко. В случае выявления замечаний качества возведенных сооружений от подрядчиков будут требовать гарантийного ремонта. По мнению главы региона, это даст возможность выявить как добросовестных, так и нерадивых строителей и позволит в будущем не допускать последних к реализации программ. Александр Дрозденко отметил, что создавая условия для развития массового спорта, нужно, чтобы объекты возводились качественно и в срок. Добавим, за последние три года в 47-м регионе построены 113 плоскостных спортивных площадок. Шесть лет назад Выборгу было присвоено почетное звание «Город воинской славы». 25 марта 2010 года соответствующий указ подписал президент России Дмитрий Медведев. Звание «Город воинской славы» присваивается городам Российской Федерации, на территории которых или в непосредственной близости от которых в ходе ожесточенных сражений защитники Отечества проявили мужество, стойкость и массовый героизм. А в мае 2011 года Стелла «Город воинской славы» украсила площадь Выборгских полков. На этом наш выпуск завершен. Увидеть итоговую программу «Город» можно сегодня на телеканале Матч ТВ в 20 часов 10 минут. А завтра не пропустите очередной выпуск программы «Ищу маму» в 19.00 на телеканале ТВ. Напомню, все выпуски также доступны на сайте выборг.тв и в группе «Выборг ТВ» в социальных сетях. Вступайте в наше сообщество, обсуждайте последние новости, предлагайте темы для информационных материалов. А я с вами прощаюсь. До встречи. В субботу в Выборге будет облачно, осадков не ожидается. Температура воздуха в течение дня плюс 1-2. Ветер южный 2-3 метра в секунду. В воскресенье в нашем городе потеплеет до плюс 4. В Петербурге в субботу облачно, днем плюс 3-5, ночью 0-1. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. В воскресенье столбики термометров поднимутся до отметки плюс 7. В Лапейнранте небольшой дождь, днем плюс 1-3, ночью около нуля. Ветер южный 2-3 метра в секунду. В воскресенье от 2 до 4 градусов тепла, без осадков. В Хельсинке в субботу возможен снег с дождем. Температура воздуха плюс 1-3. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. В воскресенье в столице Финляндии будет сухо, около плюс 3.